Российские инженеры представили редкое для нашей страны транспортное средство. Это как раз то, чего не хватало очень широкому кругу потребителей, начиная от туристов и заканчивая военными. Прокатился на новой машине Андрей Негру. Из Москвы до Гоа, через Афганистан и Пакистан. Не на самолёте, а на таком вот скелете с мотором. Два отважных путешественника выбрали не только, мягко говоря, непопулярный маршрут, но и совсем непривычное для россиян транспортное средство. Багги, созданные инженерами из подмосковного Фрязина. Кадрам скоро три года. На них один из пилотных экземпляров. Машина ни разу не подвела, и теперь её выпускают серийно. В первую очередь для любителей туризма. Кому квадроцикл слишком мал, а внедорожник чересчур комфортен. Данный автомобиль может перемещаться как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью, включая очень глубокое. То есть это овраги, канавы, лужи, горы, перелески, поля и прочие прелести. Всё это может быть на скорости 140 км в час. При этом водителя и пассажира не слишком трясёт. Благодаря амортизаторам, рассчитанным на очень жёсткие динамические нагрузки. Чувствуешь себя комфортно, рулик крутится мягко, легко, из-за того, что стоит электросилитер руля. Чем сто раз услышать, лучше попробовать прокатиться. В чистой одежде сюда лучше не садиться. Весь испачкаешься, пришлось вот так нарядиться. Помимо комбинезона, шлем и пятиточечный ремень безопасности. Как в гоночном болиде, только здесь куда просторнее. Двигаемся действительно мягко, но скорость ощущается из-за ветра. Отлично! Надо сказать, подобные машины в России продавались и раньше. Американские и из Китая. Но если они выходят из строя, запчасти приходится ждать очень долго. Этот багги на 90% из отечественных деталей, что можно найти в любом придорожном автомагазине. При этом инженеры всё сделали, чтобы вездеход не ломался. Даже в сверхэкстремальных условиях. Двигатель автомобиля находится сзади. И он находится достаточно высоко. Обусловлено тем, что при глубоком погружении в воду может возникнуть некая проблема с его остановкой. Система охлаждения, система питания, всё вынесено как можно выше. Кстати, совсем недавно инженеры адаптировали эту машину для спецподразделений российской армии. Спроектировали трёхместные багги, что может работать в горной местности, как дозорный, санитарный и разведывательный автомобиль. Инженеры уверены, это далеко не всё, на что способен уникальный аппарат.